Привет всем любителям плавания и тем, кто делает первые грибки в бассейне. Сегодня урок специально для вас. Сегодня мы будем разбирать прыжки в воду. Самые-самые базовые прыжки. Не спортивные прыжки-сумбочки. Ничего подобного. Просто прыгать щучкой, дельфинчиком, стрелочкой, как кому удобно, в воду. Поплыли. Итак, на первом этапе мы садимся полностью на корточке на бортик. Руки делаем, стрелочку перед собой. Уверенно смотрим в воду. И нам надо просто упасть туда. Просто кувыр... Бля, ты какой! Нам нужно просто упасть в воду. Когда у нас это получилось, один, два, три раза попробовали. Потом делаем все то же самое. Также сидим, только руки стрелочкой. Наклоняемся. И точно так же падаем в воду. Затем все то же самое, только приподнимаемся. Слегка приподнялись. И все в том же самом порядке. Сначала ручки перед собой упали. Затем ручки стрелочкой. Упали. Отлично. Все получилось. Затем мы пробуем уже чуть-чуть, чуть-чуть оттолкнуться от бортика. Также на полусогнутых ногах. Ручки сначала делаем перед собой. Слегка стараемся толкнуться. Будет хорошо, если вам будет кто-то помогать, ассистировать. Есть такие длинные штучки для акваэробики, называются нудлсы. Их еще используют для обучения детей. Ее кто-нибудь вам держит. И вы стараетесь как бы перепрыгнуть через этот нудлс, через эту палочку. Здесь все. Друзья, а теперь приятная информация. Мы ведем набор в группы. Понедельник, среда, пятница в 7 часов утра. В открытом бассейне акватории Зил. Поэтому все любители поплавать утром, взбодриться перед работой, переходите по ссылкам, записывайтесь. А также для тех, кто боится, что там будет холодно. Друзья, не переживаем. Утром уже солнышко рано встает. Тем более вода там очень теплая. Всем будет комфортно, всем будет здорово. Записывайтесь, мы вас ждем. Ну и когда мы несколько раз попробовали прыгнуть с низкого бортика, потом мы поднимаемся на бортик, который немножко повыше. С него уже будет прыгать немножко легче. Друзья, начинаем все то же самое. Сначала полностью садимся, падаем в воду, ручки с трелочкой, упали в воду. Затем приподнимаемся, упали в воду и пробуем затем прыгать. Делаем ручки с трелочкой. Также попросите, чтобы вам кто-нибудь держал нудл, палочку, кому как удобно. И попробуйте перепрыгнуть через нее. Все, когда у вас будет уже уверенно получаться, попробуйте сделать все то же самое без палочки. Главное старайтесь, чтобы у вас пальчики первыми заходили в воду. Вообще запомните, вот всегда перед прыжком, а я говорю своим ученикам, представь себе прыжок, когда у тебя сначала входят в воду пальчики, затем голова, плечи, туловище и только в самом конце в воду входят ноги. И это на самом деле очень хорошо помогает, когда в голове начинаете визуализировать этот прыжок и затем стараетесь его уже на деле повторить. Друзья, а также напоминаю, что в нашем телеграм-канале 2-3 раза в неделю мы с Алексеем выкладываем тренировки. Поэтому переходите, смотрите наши тренировки, плавайте по ним, кайфуйте конкретно, в общем, все будет здорово. Затем, когда уже немножко поувереннее стали прыгать, можете попробовать с такой раскачкой рук прыгать. Встаете, немножко так руками пару взмахов сделали и потом раз и прыгаете в воду. Когда на среднем бортике все начинает хорошо получаться, мы поднимаемся на тумбочку и уже становимся посмелее, прыгаем с тумбочки. Здесь уже без подводящих упражнений, потому что на тумбочку надо залезать уже, будучи уверенным себе человеком. Мы встаем сначала, также с раскачкой рук, ножки полусогнутые, раскачиваемся руками и прыгаем вперед. Главное не прыгать, поначалу слишком далеко, потому что можно очень неприятно удариться об воду грудью, животом. В общем, плюхнуться об воду мягко. Представьте перед собой цель, круг, примерно метрах в двух от бортика. Прицельтесь туда и смело прыгайте. Ну все в принципе. Ну а на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Успехов в бассейне. Желаю научиться прыгать красиво, чтобы потом так прийти летом. Здесь есть прекрасный открытый бассейн. Летом приходите, красиво прыгаете дельфинчиком. Всем вокруг все нравится, вам все нравится. Поэтому этот урок очень полезен в преддверии лета. До лета еще есть время. Переходите, учитесь прыгать. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»